Я смиренно приглашаю Святого Духа, чтобы Он пребывал с нами во время обсуждения одного из важнейших законов Евангелия – веры в Господа Иисуса Христа. С искренней благодарностью и любовью я вспоминаю великие примеры истинной веры и верности в моей жизни. Я выражаю глубочайшую любовь и благодарность своим праведным родителям, семье, руководителям священства, дорогим миссионерам, прекрасным детям и своей драгоценной вечной спутнице. Как ученик и свидетель Христа, я осознаю свою потребность и желание развивать великую веру. Еще никогда в моей жизни не было большей потребности в вере, чем сейчас. Нам, как родителям, заповедно научить своих детей понимать учение веры во Христа, Сына Бога Живого. Это требует чего-то большего, нежели признание веры как одного из законов Евангелия. Иметь веру – значит иметь уверенность в чем-то или в ком-то. Истинная вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе. Вера – это принцип действия и силы. Она требует, чтобы мы что-то делали, а не просто доверяли. Вера – это духовный дар Бога, который мы получаем через Святого Духа. Она требует правильного понимания и познания Иисуса Христа, Его божественных качеств и совершенного характера, Его учений, искупления, воскресения и силы священства. Послушание этим принципам развивает полное доверие Ему и Его посвященным слугам, а также уверенность в обещанных им благословениях. Нет ничего другого, в чем мы можем быть также абсолютно уверены. Нет другого фундамента в жизни, который мог бы принести такой же покой, радость и надежду. В нестабильные и сложные времена вера – это действительно тот духовный дар, ради получения которого стоит приложить все силы. Мы можем дать своим детям образование, уроки, какие-то материальные ценности, занятия спортом, какими-то видами искусства, но если мы не дадим им веры во Христа, все это не будет иметь никакого значения. Вера зажигается в человеке, когда он слушает свидетельства, имеющих веру. Знают ли ваши дети, что вы точно знаете? Видят ли и ощущают ли они вашу убежденность? Крепкая вера развивается благодаря послушанию Евангелия Иисуса Христа. Старишина Брюс Маконки учил, «Вера – это дар Божий, вручаемый человеку в награду за личную праведность. Вера всегда дается тогда, когда есть праведность. И чем больше мера послушания законам Божьим, тем большим будет обличение верой». Если мы хотим обрести больше веры, мы должны быть более послушными. Если мы своим примером или словом учим детей быть послушными заповедям Божьим только время от времени или по ситуации, то лишаем их возможности получить этот важный духовный дар. Вера требует полного послушания, даже в малом и простом. Желание – это частица веры, которая развивается по мере того, как мы применяем на практике божественную истину. Это подобно духовному фотосинтезу. Влияние Святого Духа, действующего на свет Христов, который дан каждому человеку, производит духовный эквивалент химической реакции. Возбуждение, волнение, перемену сердца и желание обрести знания. Надежда развивается по мере того, как частицы веры превращаются в молекулы, и человек прилагает усилия, чтобы жить согласно истинным принципам. По мере выработки привычек послушания начинают реализовываться особые благословения, связанные с послушанием, и появляется убеждение. Желание, надежда и убеждение – все это форма веры. Но вера как принцип силы приходит благодаря постоянному послушанию, как в поведении, так и в мировоззрении. Личная праведность – это личный выбор. Вера – это дар Божий, и человек, обладающий верой, получает невероятную духовную силу. Есть некое качество веры, которого можно достичь, если мы сосредоточимся на нем всем сердцем, мощьем, разумом и силой. Это качество можно ощутить и увидеть в глазах образцового миссионера, доблестной и добродетельной молодой женщины, праведных матерей и отцов, бабушек и дедушек. Его можно заметить в жизни разных людей, молодых и пожилых, живущих в разных странах и культурах, разговаривающих на разных языках, находящихся в разных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Это качество – око веры, о котором говорил пророк Алма, или способность сосредоточиться, быть непоколебимым, постоянно придерживаться истинных принципов и не сомневаться, даже если нас окружает непроглядная мгла. Это качество веры чрезвычайно сильно. Однако необходимо, чтобы противоположность была во всем. Господь Бог оставил человека поступать по своей воле. Но человек не мог поступать по своей воле, не будучи привлекаем одной или другой силой. Это справедливо и в отношении веры. Может оказаться очень заманчиво выбрать сомнение и неверие вместо веры. Когда Иисус вернулся после получения особого духовного опыта на горе преображения, к нему подошел отчаявшийся отец, сын которого нуждался в помощи. Отец умолел, «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус ответил, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вера и страх не могут сосуществовать. Одно исключает другое. Простая истина заключается в следующем. Все мы должны постоянно укреплять веру и в то же время справляться с источниками разрушительного недоверия. Учение Спасителя, в котором Он сравнивает веру с горчичным зерном, отражает эту истину. Подумайте о следующем. Сила нашей веры, которую мы можем применять на практике, слабеет из-за источников сомнения и неверия. Можете задать себе такой вопрос, «Достаточно ли у меня веры?» Если ваша вера превышает ваши сомнения и недоверие, ответ, вероятнее всего, будет «Да». Если же вы позволяете источникам сомнения и недоверия и управлять вами, ответ, возможно, будет «Нет». У нас действительно есть выбор. Мы получаем то, на чем постоянно сосредотачиваемся. Поскольку противоположность есть во всем, существуют некие силы, которые подтачивают нашу веру. Некоторые из них – результат прямого влияния сатаны. В других же случаях мы можем винить только самих себя. Причины разрушения веры проистекают из личных предпочтений, вашего отношения к происходящему и привычек, которые можно изменить. Я называю эти причины шесть разрушительных сил. По мере того, как я буду перечислять их, подумайте, как они влияют на вас и на ваших детей. Первое – это сомнение. Сомнение – это не евангельский принцип. Оно исходит не от света Христа и не от влияния Святого Духа. Сомнение – это отрицательная эмоция, связанная со страхом. Оно появляется вследствие недостатка уверенности в себе и в собственных способностях. Сомнение – противоестественное нашей божественной природе и способностям, которыми мы наделены, как дети Бога. Сомнение приводит к унынию. Уныние происходит от несбывшихся ожиданий. Если не обращать на него внимания, хроническое уныние приводит к снижению планки ожиданий, меньшим усилиям, ослаблению желаний и возрастающим сложностям восприятия Духа и готовность исследовать его наставления. Уныние и отчаяние – это полная противоположность надежды. Уныние приводят к рассеянности или отсутствию целеустремленности. Рассеянность приводит к расфокусировке ока веры. Уныние и рассеянность – два наиболее эффективных инструмента сатаны, но это еще и плохие привычки. Рассеянность ведет к недостатку усердия, ослаблению стремления оставаться преданным и верным и продолжать движение вперед, несмотря на трудности и разочарования. Разочарование – это неизбежная часть нашей жизни, но оно не должно вести к нас к сомнению, унынию, рассеянности или недоставке усердия. Если продолжать этот путь, он в конечном счете приводит к непослушанию, которое подрывает само основание веры. Как правило, в результате человек приходит к неверию, сознательному или неосознанному отказу верить. Неверие – это описанное в священных писаниях состояние, когда человек ожесточает свое сердце. Это значит, что он лишается всякого чувства. Эти шесть разрушительных сил – сомнение, уныние, рассеянность, недостаток усердия, непослушание и неверие – потачивают и уничтожают нашу веру. Мы можем избегать и преодолевать их. Времена испытаний требуют большей духовной силы. Задумайтесь над обещанием Спасителя. Если будете веровать в Меня, то будете иметь силу делать все соответствующее Мне. Я смиренно провозглашаю, что Бог, наш Небесный Отец, жив. Он любит каждого из Своих детей. Иисус Христос – наш Спаситель и Искупитель. Он жив. Он лично руководит Своей Церковью через президента Монсона, Своего помазанного пророка. Поскольку Иисус жив, у нас всегда есть надежда, ярко сияющая перед нами. В Доме Веры нет места страху или сомнению. Живите верой и не страшитесь. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует...